добрый день уважаемые коллеги так хотелось бы сегодня сказать как рад вас видеть но есть так оно есть год тому назад я собирался к вам приехать но так оно и не состоялось так как какой-то вирус напал на планету всех нас посадил за решеткой и теперь я могу только виртуально попутешествовать и решил что сегодня даже если не смогу сесть на самолет я просто приду к институту отто и оттуда мы с вами сможем дальше пройти и проводить нашу секцию так что пожалуйста занимайте места сейчас начнем еще раз добрый день я хотел бы сказать несколько слов о себе я родился в литве и девяносто четвертом году после защиты диссертации остался окончательно швецией работал научным сотрудником институте клинической бактериологии потом стал заместителем директора дальше руководителем центра ВОЗ руководителем отдела по ИППП при шведском институте по контролю за инфекционными заболеваниями но я думаю самое большое для меня было когда мы начали международные проекты и создали нетворк по восточной европе по работе с ИППП и об этом я бы хотел вам сегодня рассказать и рассказать коротко о том что мы в этой своей работе достигли я попытался представить себе как выглядит эмоциональная часть медицинского ежедневия два конца медицинскую профессию символизирующие змеи это друг друга поглощающая любовь к профессии и тяжкость налагаемой ответственности сюда вмещается все и присяга Гиппократу и пристрастие к профессии и чувство самоудовлетворения чувство ответственности чувство бескорыстенности и желание помочь пациенту с другой стороны в организационном смысле понятия пациент врач болезнь эти понятия переросли и стали каким-то монстром которые стали называть система здравоохранения и кажется что сама система во всем мире она больновато ей не достает ресурсов не достает специалистов а потом это выражается тем что для специалиста становится все и все меньше времени заняться тем кого мы называем больным а как тогда говорить об отношении врач пациент ведь врачу дано примерно 12 минут чтобы успеть все успеть и и поговорить успеть и обсмотреть и выписать лекарства и может тогда возникает вопрос надо ли послушать легкие послушать сердце заглянуть гениталии а может быть просто сразу после жалобы в лабораторию а может тогда уже перейдем быстро на такое что если если вы кашляете нажмите 1 если у вас есть боли в области сердца нажмите 2 если думаете что ваши проблемы в гениталиях нажмите 3 или что-нибудь подобное или может быть сразу же проще увидеть очевидное и уже узнав какой вопрос вы хотите задать лаборатории его задавать задавать целенаправленно да в голове у врача много гвоздей и тут надо очень все быстро решать а как это делать этим вопросом мы занялись примерно 20 лет тому назад когда в литве вдруг за несколько месяцев в одной лаборатории уменьшилась хламидина инфекции с 60 процентов из исследуемых проб до 5-6 процентов и все это произошло из-за того что было введено качественное исследование проверялось качество реагентов и самая главная тренировка персонала то же самое впоследствии произошло в институте ОТО в лаборатории клинической микробиологии руководимая профессорой Савичевой и там же такие же вещи происходили из-за того что качество стало устанавливаться и новые стандарты стали вводиться итак в 2004 году в прекрасном городе Миконос на конференции по инфекциям передающимся половым путем мы решили создать международную сеть по борьбе с ИППП и болезнями репродуктивного тракта и назвали ее Eastern European Network for Sexual and Reproductive Health and Rights туда входили в инициативную группу представителей из Беларуси, Эстонии, Литвы и здесь на фотографах в вивице хорошо знакомы лица профессора Левтина Савичевой и нашего неотделенного друга профессора Евгения Соколовского Основными целями и задачами нашей сети мы назначили оптимизировать качество и создать и внедрить стандарты соответствующие международным стандартам доказательной медицины в областях диагностики, лечения, эпиднадзора, а также определения антибиотикочувствительности для того, чтобы можно вводить какие-то стандарты, надо было создавать какие-то факты для доказательной медицины и этому послужили те научные исследования, которые мы проводили по диагностике в лаборатории за контроль качества чаще всего принимали те лески, вкладыши, которые давали производители и нам всегда в начале говорили, что этого качества управления качеством полностью достаточно, чтобы проводить исследования хорошо но оказалось, это не совсем правда, потому что это гораздо сложнее наша группа стала работать над стандартом ISO 151-89 и что у нас было на руках? на руках у нас были английские материалы из Европейского Союза, Содружества и клинические примеры из Упсальской больницы где мы могли, используя с конкретными образцами, делать те протоколы которые потом стали распространены в России, в Литве и стали государственными представьте, какую большую радость, как детям нам представила знания когда в России вдруг легализировали, приняли эти документы и они стали все государственные нормы я не могу здесь не порадоваться, что та работа, которую днем и ночью проводили Алифтина Михайловна и ее сотрудницы просто была как прорыв для многих лабораторий в России конечно, в эти протоколы фамилии не пишутся мы все останемся безыменными но мы этим очень гордимся вот какая большая группа сотрудников работала над этими документами путаясь в языках, путаясь в терминологии которые потом уже с государственными структурами подогнали и теперь многие-многие лаборатории пользуются тем продуктом которые мы смогли выработать в этом проекте другое, что мы сделали, должны были сделать лабораторные стандарты для диагностики инфекций там микроскопия играет тоже большую роль, потому что в стандартах расписано все от взятия проб, чтобы это все было качество где использована микроскопия там через ее надо обязательно пройти, чтобы определить лабораторию, что дальше подавать ну и, конечно, описаны все методы исследования, которые каждая инфекция должна подвергаться вот это наше издание также мы работали над тем, чтобы как можно больше притянуть микроскопию к работе врача в кабинете для этого обращали большое внимание и специально для этого подготовили методики для работы врачей использования микроскопии во врачебной практике другая большая работа это было подготовить гайдланды для практика врача и там же опять расписано все от начала работы с пациентом взятие проб, отправление в лабораторию как решить какой диагноз, когда поставить какой диагноз и как принять лечение это было присознано при стандарте, используя мировые образцы, используя местные доказательные медицины здесь хотел тоже погордиться тем, что очень удачно поработали и белорусские коллеги они тоже приняли гайдланды на государственном уровне что очень было приятно нам, мы думали, что будет труднее очень хорошее сотрудничество нашли все специальности, где люди приходят за помощью, за инфекциями половых путей и в то же время все хорошо договорились, что некоторые инфекции действительно, они не являются опасными, их лечить не надо и их изъяли просто из понятия ИППП ну и опять же, конечно, врачам большое внимание еще одно издание, которое дали врачам, чтобы понять как микроскопия в более оптимальном способе можно использовать для пациентов в кабинете и конечно, одной из помощью было создание тоже вот таких листов где можно сразу видеть то, что можно посмотреть в некрашенных препаратах в вагинальных мазках, допустим и что можно посмотреть, как эпителиальные клетки выглядят как выглядят клетки, которые являются нездоровыми и одним из признаков вагинального вагиноза тихоманиаз, гифы и также покраска пометиленовой синькой как, что выглядит, чтобы быстро можно бы сориентироваться но, конечно, эта тренировка требует многих часов работы это не так просто но потом, когда научишься, можно сохранить время для своей работы эпиднациор да, скажете, что эпиднациор имеет общего с микроскопией но дело в том, что врач или лаборатория должны знать, когда они дают окончательный результат что такое окончательный диагноз что такое промежуточный диагноз и что бы уже когда сообщалось сообщались те случаи, когда болезнь окончательно диагностирована этот маленький проект по эпиднозору, который мы думали будет маленьким он вырос в большущие проекты в Литве, большущий проект в Беларуси и они стали национальными системами эпиднозора о чем мы тоже очень гордимся определение антибиотикоустойчивости тоже определялось методом спора штаммов их исследования на антибиотико-чувствительность у нас также разработаны методики, стандарты для такого определения ну и, конечно, научные исследования проводили мы для того, чтобы собрать как можно данных и чтобы когда мы сдавали, работали над гайленами, рекомендациями чтобы они имели место, местное применение, местное утверждение базированные на местных данных и не забыли мы и наших пациентов, которым рассказывали о том, как заражаются ИППП как они будут исследоваться, как они будут лечиться это всю информацию мы тоже приготовили в проекте во время нашего проекта микроскопические исследования это были те исследования, которые чаще всего производились для диагностики ИППП в России и поэтому очень важно было обратить внимание на качество этих исследований при встрече с нашими курсантами мы выяснили, что очень многое связано со стеклами что они нехорошие, это техника сбора проб с уретры и влагалища и цервикса так же, как пробы поставляются в лаборатории этот комплекс очень важно изучить, потому что иначе хорошего результата не достигнуть и микроскопия в конце концов будет страдать и в том же страдать будет диагноз ну и здесь просто иллюстрационная картинка, чтобы показать, как немного надо, чтобы хорошо микроскопически диагностировать просто крашеные, в основном не крашеные вагинальные мозги, которые используются для диагноза и для того, чтобы облегчить для врачей мы создавали тоже стандарты, стандартные формы, чтобы можно было всем одинаково ответить чтобы не было, что один врач записал так, другой по-другому теперь врачи могут уже все давать те же самые отметки, которые потом могут дальше использоваться и в лаборатории и что же получили в руки те, которые участвовали в проекте и на организованных обучениях наши участники приобрели инструмент, который сегодня им позволяет контролировать качество спора материала ставить первичный диагноз во время первого посещения использовать лабораторию более целесообразно и целенаправленно сократить количество вторичных визитов и увеличить доступность врача на первичные приемы сэкономить время пациента и врача повысить чувствительность и специфичность диагностики генетальных инфекций и наверняка не маловажное повысить авторитет врача в глазах пациента проект который начался в Литве он потом вырос и как видите в динамике очень много стран подключились траектория проекта выросла от нескольких стран в конце концов выросли до 14 стран не включая тех которые пользовались отдельными разработками проекта это Индия, это в Китае, это Португалия, это Греция, это Испания и здесь можно было бы закончить и стукнуть кулаком в стол и сказать ну вот мы сделали что микроскопия живет микроскопия существует и в лаборатории и во многих врачебных кабинетах очень много курсов обучения они очень интересны всем но как всегда на своей дороге встречаешь доктора Нехотелку доктор Нехотелка скажет вам что очень трудно достать микроскоп что надо обучаться что будет халтурить что очень трудно и нет времени что нет указаний но это же доктор Нехотелка а есть доктор оптимист который вам скажет микроскоп, ну какая проблема микроскоп и следует пока пациент оденется время не занимает ежедневная тренировка повышает готовность и через некоторое время это займет еще более короткое время а халтурить и без микроскопа можно самый главный интерес интерес есть значит будут работать но конечно работа с микроскопом требует навыков и много учителей и много курсов нам помогали этого достигнуть когда врачи приезжали в УПСАЛы учиться первое то что я сам показывал я бактериолог как я вам говорил это все микроорганизмы которые можно было найти во влагалище все были в шоке но людям было очень радостно когда они стали отличать немножко те видимые микроорганизмы и структуры клеточные структуры которые есть для друг друга но когда поехали на другой день к моему коллеге который занимается врачебным делом он сказал забудьте все и показал им самое то элементарное которое сегодня они должны найти которое они пользуются и конечно очень большая роль в этом российском проекте никакая не большая роль а основная роль пришлось в лаборатории института Отто микробиологии Левтина Савичева низкий поклон что у нас с такой энергией с таким горячим энтузиазмом принялось это дело и те курсы которые проводят на ее коллектив очень ожидаемы очень нужны и наверняка дадут большую пользу своей стране ну а вот как я говорил нас было всего лишь пять-шесть человек в начале а наша сеть тем которым интересна работа была она выросла до вот такого количества человек и в окончании хочу просто немножко перефразировать вам хорошо и известную поговорку пришел увидел победил в том что когда при использовании микроскопом можем сказать пришел увидел полечил спасибо за внимание